Теперь нам нужно с вами обсудить употребление повелительного наклонения, некоторые особенности, связанные с его употреблением. Ну, во-первых, давайте обратим внимание на вещи, не очень привычные для нас с вами. В греческом языке есть непривычное явление, а именно повелительное наклонение третьего лица. Мы уже с вами сказали, что оно переводится обычно «пусть он сделает» или каким-то подобным образом, но когда мы так переводим, у нас же нет соответствующей формы, и мы заменяем какими-то конструкциями, есть опасность привнесения в текст смысла, которого там нет, или потери смысла, который там есть. Обычно, когда мы имеем дело с переводом и толкованием повелительного наклонения третьего лица, главная опасность в том, что мы повеление превращаем в советы. Давайте мы посмотрим, например, послание Якова, первую главу. Пятый стих, первая глава послания Якова, она обсуждает проблему искушения и радости от искушения, но, конечно, не самому искушению, а той пользы, которая из этого проистекает. И вот сразу же после разговора об искушении, и в контексте этого, конечно же, дается совет по мудрости. Пятый стих. Если же кому-нибудь из вас недостает мудрости, Айтей-то, это форма повелительного наклонения от глагола айтэу. Айтэ, эпсилон-следный глагол, и эпсилон основы слилась с эпсилон-соединительной гласной и дали дифтонг эй, поэтому айтэ плюс эй, айтэй. И окончание то, указывающее на то, что это повелительное наклонение третьего лица единственного числа. Пусть просит у дающего бога всем. Ну, у бога дающего всем. Смотрите, это нормальный стандартный перевод, пусть просит, но когда мы слушаем фразу, у кого из вас недостает мудрости, пусть просит у бога, мы можем эту фразу понять неправильно. Мы можем воспринять эту фразу следующим образом. Ну, у тебя недостает мудрости, вот тебе хороший совет, ну попроси у бога. Однако, очень может быть, использовав повелительное наклонение, Иаков имел в виду нечто другое. У тебя недостает мудрости, и ты должен, вот тебе повеление в третьем лице, но ты должен попросить эту мудрость у бога. И плохо, если ты эту мудрость у бога не попросишь. Ты столкнулся с искушением. И искушение, конечно, может доброе дело совершить с твоим характером, но через искушение нужно пройти мудрость. И если ты понимаешь недостаток мудрости, а тут мы должны признать, что у нас с мудростью всех плоховато, особенно мудростью в связи с искушениями, то вот у тебя такая обязанность. Попроси об этом бога, бог даст, и будут хорошие плоды. Ну и давайте еще один пример, где, может быть, более ярко видно, что третье лицо, это, конечно же, не совет, а повеление. Это первое послание Коринфянам, первая глава, конец главы. Приспелый стих. Хина катос гекроптай. Чтобы, как написано, перфект, да, Хо каухуменос энкурио каухасту. Каухаумай, глагол хвалиться, хвалящийся Господи или Господом каухасту. У нас здесь форма с окончанием 100. Это средний залог, среднестрадательный залог настоящего времени третьего лица единственного числа повелительного наклонения. Почему среднестрадательная форма, ну, словарная форма Коринфянамоя уже намекает нам на то, что слово не встречается в действительном залоге. Ну, и действительно хвалиться, это как-то вовлекает хвалящегося, и поэтому, наверное, так язык развился, что это слово употребляется именно в среднем залоге. И если слово употребляется в среднем залоге в изъявительном наклонении, то и в соответствующем употреблении в повелительном он тоже будет в среднем. Если страдательным, то страдательным и так далее. То есть все особенности залоговые у слова сохраняются во всех его наклонениях, или инфинитивах, или причастиях и прочее. Ну, с этим уже знакомо. Так вот, хваляющиеся пусть Господом хвалятся. Опять-таки это не совет, здесь нам понятнее. Это и цитата, и контекст. Все нас подталкивают к тому, чтобы мы воспринимали хваляющийся пусть хвалится Господом, хваляющийся хвалить Господом, переводя это во второе лицо, можно перевести. Но в любом случае мы понимаем, да, это повеление, это у нас обязанность. Уж раз мы взялись хвалить лица, то мы обязаны похвалиться не собой, но Господом. И вот здесь, да, здесь легко воспринять это как повеление, а вот у Иаковых уже некоторые это воспринимают как совет. Но писание не советы содержит зачастую. Повелительное наклонение третьего лица – это по-прежнему повелительное наклонение. Если контекст говорит о том, что это не просьба, а повеление, как повелению мы к этому должны отнестись. Так что будьте внимательны, русский язык вас может чуть-чуть обмануть, даже если вы читаете греческий текст, но потом переведи. Пусть что-то будет, вы тут же можете где-то внутри себя переинтерпретировать это как совет, а не как повеление, и потерять автовскую мысль. А вот если вы читаете только русский текст, тем более легко ошибиться. Вторая сложность, связанная с употреблением повелительного наклонения – это сложность развлечения повелительного наклонения во втором лице множественного числа. Мы много раз повторили. Формы изъявительного и повелительного наклонения совпадают. Поэтому, встретив форму глагола настоящего времени, второго лица множественного числа, мы должны истолковать это либо как утверждение, либо как повеление. Ну, давайте пару примеров. Матфея, 24 глава, 43 стих. Такой образ Иисус использует. Экинуде гноскете, второе лицо множественное число. Хоти эй эдей хо ойкодеспотос, поэ фуваке хо клептос эхетай, ну и так далее. Ну, если говорить о второй части предложения, что если бы знал хозяин дома, в какую стражу вор приходит, придет, ну, там, предпринял бы меры, а вот первая часть предложения, как нам его лучше перевести? Экинуде, это же вы знаете, или это же знаете? Ну, с одной стороны, кажется, любой разумный человек может понять это. Если хозяин знает, когда придет вор, он предпримет меры, и поэтому Иисус мог иметь в виду, вы знаете, что... и рассказывает вот про то, как ведет себя хозяин дома. А с другой стороны, мы можем истолковать весь этот текст и следующим образом. Вот знайте, что хозяин дома ведет себя так. Ну, знаете не в смысле, что-то новое Иисус сейчас рассказывает, но ведь то, что он рассказывает про хозяина дома, читатели, слушатели должны применить к обсуждаемой ситуации. То есть, знайте, в смысле, сделайте выводы из этого простого жизненного наблюдения. И поэтому читатели, толкователи расходятся при толковании этого геноскета, то ли вы знаете, то ли знаете. Вообще, вот эта проблема развлечения, повеления и утверждения чаще всего именно встречается с глаголом геноск. Это очень распространенный глагол и в Евангелиях, и в Посланиях, все время обращаясь к слушателям и читателям, говорят, геноск это. То ли вы знаете, то ли знаете, то ли говорящий апеллирует к тем знаниям, которые у читателей и слушателей есть уже, и говорят, ну вы же знаете. Либо он сообщает им какую-то информацию, знаете. Вот в Посланиях, когда речь идет о каких-то христианских доктринах, то ли автор Послания считает, что читатели знают и просто напоминают им. То ли автор сообщает им какую-то новую информацию, вот знаете еще и вот это. Нам зачастую трудновато сделать вывод, но с другой стороны, сама-то информация, которая после этого передается, она вот она есть. И знали ли это читатели до этого, или не знали, но узнали только в этот момент, зачастую не критично влияет на толкование. В любом случае, они теперь это знают, и мы теперь это знаем. Вообще, когда что-то критично влияет на толкование, как правило, помните, я говорил об избыточности текста, как правило, какими-то дополнительными средствами автор передает свою мысль, чтобы мы понимали, да, новая или там старая информация. А если он не позаботился об этом, ну, скорее, его знание самой информации выдвинуто на передний план, а не хронология ее получения. Так что с Геновской-то, конечно, да, какие-то сборы небольшие будут. Ну, еще пример текстов, которые вызывают некоторые споры. Мы уже немного касались этого текста однажды, и к нему возвращаемся. Первый стих 14 главы Ивангелия Теана. Здесь у нас целая куча слов. Ну, с фразой «ме террасесто», окончание «сто», никаких проблем у вас и у нас не возникает. Третье лицо. Пусть не смущается ваше сердце. Кстати, обратите внимание на частицу «ме», мы уже говорили, еще раз повторяемся. У частицы используются в изъявительном наклонении. За пределами изъявительного наклонения используются с глаголами частиц «ме» и с повелительным, и со слагательным наклонением, и с инфекиевыми, и с причастием, и так далее. Везде частица «ме». Пусть не смущается ваше сердце. Пусть не смущается ваше сердце. А вот теперь. Пистеуэте. Эйстон теон. Кай эйстэме. Пистеуэте. Второе лицо. Множественное число. Можно перевести «вы верите в Бога и в меня верите». Можно перевести «верьте в Бога и в меня верите». Можно перевести «вы верите в Бога и в меня верите». Можно теоретически, конечно, еще четвертый вариант попробовать. «Верьте в Бога и в меня вы верите». По контексту это было бы совсем бессмысленно. А вот первые три варианта, вы верите в Бога и в меня верите, верьте в Бога и в меня верьте, вы верите в Бога и в меня, вот они опроводают определенным смыслом, и нам как толкователям приходится делать в руку. Но вообще, учитывая кто ученик Иисуса Христа, учитывая общий контекст, скорее подразумевается, что Бога они все-таки верят. Второй момент, Иисус описывает дальше, как он пойдет приготовить обители и другие свои действия, связанные с уже предстоящим ему уходом после крестной смерти, и в этом контексте, наверное, естественнее было бы сказать, верьте в меня, потому что вот так я все это сделаю. И поэтому во многих переводах вы верите в Бога и в меня верьте, с другой стороны, два подряд одинакового слова соединенных союзом кай склоняют нас к тому, что, может быть, естественнее было бы их поставить в одну формулу, и тогда верьте в Бога и в меня верьте. Не в том смысле, что ученики до этого не верили в Бога, но им предстоит пройти через трудное переживание, они увидят крестную смерть Господа, и они почувствуют вот эту растерянность, отставленность и так далее. Иисус понимает их и готовит сейчас к этим переживаниям, и объясняет, что должно произойти, и прохождение через такие обстоятельства, это вопрос доверия не только Иисусу, но и вопрос доверия в Богу, потому что в трудных обстоятельствах можно разочароваться, поэтому другой набор переводов это верьте в Бога и в меня верьте, тоже некоторая оправданность обладает. Ну, здесь вам придется, может быть, окончательный выбор сделать самим. Итак, вы видите, что толковательные проблемы есть, толковательные решения принимать вам все-таки придется, поэтому думайте, встретив множественное число второго лица, то ли уязвительного, то ли повелительного наклонения. Так что с повелительным наклонением у нас две основных трудности. Это распознать форму во втором множестве и правильно истолковать, правильно осознать особенности формы в третьем лице, чтобы русский язык не обманул нас и повеление не превратилось в совет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова